Сегодня в администрации Ленинского района подвели итоги 13-го смотра конкурса по комплексному благоустройству. В этом году в ландшафтном соревновании приняли участие 45 организаций, предприятий и частных лиц. Победителей призеров наградили в номинации благоустройства, а также в категориях «Лучший дом», «Двор», «Балкон». Наша задача попытаться увлечь людей и предприятия, чтобы это исходило от них желание. И вот одно из итогов этого 13-го конкурса, когда мы видим, что и руководители предприятий, учреждений, и просто жители частного сектора домов, они сами хотят, пусть не так много, как желали бы мы все, но этот процесс позитивно идет, и с каждым годом становится все больше, сделать наш город краше и лучше. Примечательно, что подход конкурса уже давно перестал быть формальным. Предприятия и организации соперничают между собой в видовом разнообразии насаждений и ландшафтном дизайне. Несколько лет подряд пальму первенства удерживает Брест-водоканал. Благодаря его усилиям улица Красногвардейская постепенно превращается в уютный оазис. Не менее привлекательный зеленый уголок, созданный коллективом Брест-проекта на Пушкинской, завоевал второе место. У нас же, видите, творческая организация, архитекторы, вот это им все сказано. И глянешь вот на эту красоту, и видишь, как они вот за это переживают, любят, и вносят, каждый вносит свое, как говорится, предложение. Кто-то пытались мы цветы посадить, нет, нам вот захотелось что-то зеленое, чтобы вот это вот росло, красиво, всегда было, как круглый год, зелено. Поэтому, вот сказать, что конкретно вот один человек, нет, это коллектив, коллектив есть. Активно в процесс озеленения и благоустройства включились учреждения образования. Денежные сертификаты получили три учебных заведения и три детских сада. Свой вклад в красивый облик не только центральных магистралей, но и улочек и дворов на окраине вносят жесы, жилищные товарищества и обычные горожане, украшая свой балкон или двор. Я просто люблю цветы, люблю, когда порядок в доме, перед домом, чтобы было чисто, аккуратно, чтобы приятно было идти. Не только в квартире, чтобы тебе порядок был, но и перед домом. Поэтому я потихоньку, потихоньку, клумба за клумбой привлекла деток. И с детками сначала начала сажать цветы. И все, вот так, разрослась клумба, маленькая, большая. Впереди у города над Бугом большой юбилей и мастера ландшафтного дизайна уже готовят для горожан необычные зеленые изюминки. А руководство, в свою очередь, обещает отметить лучшие работы Миллениума особыми призами. Фишечка будет, но потому она и фишечка, поэтому говорить об этом не будем. А сюрпризы будут, сюрпризы будут, желание, инициативу сделать наш город лучше, она есть. И это дорогого стоит.